Дорогие друзья, гость моего канала, всем привет! В общем, сегодня видеоролик посвящается самозахвату Советского Союза, ребят. Идет полный самозахват Советского Союза, ребят, Российской Федерации. Смотрите, сколько борщевиков. Борщевик просто нападает, ребят. Поля полные борщевиком. Это обращение местной власти, ребят. Если вы видите этот видеоролик, то прошу незамедлительно на это отреагировать, потому что у нас в Молодяково, деревня Молодяково, Русский район, борщевика очень много. Мы сейчас проехали, как бы здесь не очень заметно, да, борщевика, что много. На самом деле, смотрите, ребят, сейчас мы, как бы, это, вы посмотрите. Видеоролик длинный будет, минут 10 будет. Смотрите, что творится вообще рядом с трассой. Это просто какой-то ужас, ребят. А вы представляете, сейчас, например, пройдет несколько дней, еще полмесяца, да, когда семечки будут, как, Леха, правильно сказать? Семена выстреливают. Семена выстреливают, да. Белые галошки уже будут. Вот все, ребята, здесь вообще борщевика будет просто тонны. Вот он, смотри, какой вырастает. Вот сухой стоит. Сейчас покажу. Вот такой вырастает. Есть выше? Вот газелька. Вот, ребят, смотрите, сколько борщевика. Главное, никакой травы не боится. Вообще не боится ничего, ну? Ребят, на самом деле, шутка шутками, то есть, да, не дай бог, вот ребенок маленький полезет в этот борщевик. Все, ребят, это... Если он туда полезет, обождется, такие ожидают. Это все, ребят, это, короче, двухмесячная больница. Больница обеспечена вообще любому человеку. Это же не просто так, я говорил на прямых трансляциях, даже рассказывал, что раньше, когда к нам приезжали на работу, то есть, ну, там, всякие разные люди, как бы, да, с других там регионов, да, они не знали, что такое борщевик. То есть, они когда по большому в туалет, например, раз захотел человек по большому в туалет, да, там раз, там, смотрят, о, нифига себе, трава, пойду туда схожу, и все, вот борщевиком как бы жопу вытирали, и все, попадали... Схватил листик, блин. Да, попадали в больницу с такими ожогами, что они из больницы не выходили по два месяца. Вообще-то, проблемная ситуация такая. Вы просто посмотрите, а вот здесь, ребят, а вот здесь хочу сказать, вот здесь через месяц я вам покажу специальный видеоролик, сниму, покажу, здесь просто ужас, здесь ужас, здесь просто поле, смотрите, ребят, это не шутка, здесь просто поле, смотрите, ребят, просто, это весь борщевик, ребят, ужас, это ужас, вообще, это ужас, это ужасик, ребят, а через два месяца этот борщевик, будет ростом 2 метра летом например в этот борщевик например какой-нибудь беженец если дачу поставить например как называется палатку поставить например да ну кого будут разыскивать торги полиции разыскивают полиции то есть ребят вы приезжаете все поставьте прямо смело вот под этой будкой под этой вот это как называется столбом прямо этот назвал палатка до палатку проводите свет туда и живите спокойно вас здесь точно никто не найдет потому что борщевика просто 100 тонн вот смотрите ребята это все борщевик это все борщевик друзья это печально на самом деле и блин главное дело никому вообще вообще никто не приезжает никто не убирает например местная администрация должна там выделить каких-то людей чтобы они ходили там косили все это да не они сейчас подожду до того когда борщевик вырастет я не знаю два с половиной метра высотой потом уже там какой-то дядя приедет там будет там вот здесь по краюшку ходить в общем стричь этот борщевик смотри где поле обрабатывается да там его нет нету мету там да где поле обрабатывается и здесь есть если с этой стороны тоже что похерили сельское хозяйство но здесь тоже с этой стороны вот по краю есть как бы так не проводят похерили сельское хозяйство елки а так выше там пошли утравливают вырезают ну что-то делают как-то легко прокомментирует ситуацию ночью ситуация что ты скажешь местному власти что 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 чтобы что они сделали ну что делать надо во-первых узорвить физкое хозяйство чтобы полностью оно было вот потому что ваша ли посмотрите вот где возделывается поле где возделывается поле его нету его нету а где его для него сделают ничего посмотрите его сколько его тьма тьма вот чем дело и высоковольтники тоже дорожники кто они должны вот и вот все окрашивают Пускай окашивают тогда. Администрация тоже пускай об этом беспокоится. Ну, вот так вот. Что я еще могу сказать? Сорокин тоже снял вчера видеоролик. Андрей молодец. Спасибо за видеоролик. Я, конечно, еще не посмотрел видеоролик, но сегодня обязательно посмотрю. Мне просто брат сказал, что Андрюха снял видеоролик Андрея Сорокин. По поводу борщевика. Не знаю, что там вообще. Ну, может местная власть отреагирует, потому что здесь у нас борщевика на самом деле очень много. Ну, а так, что могу сказать, друзья. Погода у нас сегодня замечательная на улице. Очень хорошая погода. Мы с Лехой решили выйти просто прогуляться до Москвы-реки. Посмотрим, сколько рыбаков. Ну, конечно же, купить сигареточки. Ну, может, что-нибудь купим там вечером, там прямой трансляцию. Рыбаков сейчас, наверное, маловато. Может, вечером прямую трансляцию сделаем? На улице? Ага, на улице. Ну, можно посидеть. Ну, да, ребят, часика в 8, может, в 9, где-то так вот. Ноутбук вытащу на улице. Постараемся с Лехой сделать прямую трансляцию на улице. Может, что-нибудь приготовим. Так, вот здесь, пожалуйста, борщевика уже имеем. Ну, здесь уже опять сейчас пойдет. Там потому что возделывается поле. Ну, да. Поэтому его и нет. И все равно-ка лезет, смотри, борщевик лезет прям туда, да? Да, да. Нападение на Советский Союз, ребят, полное нападение. Полная оккупация идет, ребятушки, полная оккупация, в общем, борщевиком. Борщевик прям нападает на Советский Союз. Да. Борщевик – это как Российская Федерация тут. Нападает на Советский Союз конкретно, плотничком. Леха, ну ты как-то сам думаешь вообще, Советский Союз вообще возродится обратно или нет? Я думаю, что его надо возродить. Я думаю, что все к этому идет и все время наладится. И у всех будет и работа, и жилье. И как бы сказать, все будут заняты своим делом. И ввести статью за тунеядство. Все побегут. А сейчас не работа, не жилья, ничего. Не поймешь, чего, елки, вообще творится у нас в России. Сейчас, да, если человек, например, хочет работать, то нету работы. Там где-то есть в Москву надо ехать, в Москву на работу. Офигеть можно, ребят, это очень далеко на самом деле. Не каждый человек выдержит такие поездки каждый день. Конечно же. Я сам когда-то работал, я жил вот здесь, а ездил на Москву на работу. Ребятушки, это просто с ума сойдешь. Каждый день ездить на работу в Москву. Я работал в то время, когда строили стадио «Локомотив», я работал на стройке. Строили стадио «Локомотив». Ну все, ребят, вот видите, сколько большевика. Ну и все, на этом видеоролик заканчивается. Всем удачи, друзья, всем хорошего настроения. Пишите комментарии, ставьте лайки. Погода просто ураган. Все, Леха, всем пока, скажи. Ребят, всем пока. Вот Леха вообще трезвый бросил пить. Ждем просмотров. Да, посмотрим. А все, хорош пить, сколько можно. Мне интересно самому, что там будут писать. С дезвые головой и думают лучше. Все, давайте, всем пока, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова